Теперь вернемся к наличию буфера принципиально. Вы это понимаете, да? Буфера нет, нет ничего. То есть потоки будут компенсировать и в зубе дадут ноль. Наличие буфера в таких точечках принципиально, они трутся на разном. Следовательно, возникает СИП, то есть смещение газа коксилла. Что значит буфер? Это значит, что есть сила трения, которая воздействует по-разному на возбужденные и невозбужденные частицы. И следовательно, эту силу мы можем посчитать. Итак, со стороны буфера на поглощающий газ действует сила. Мы его назовем M-альфа. В зависимости от компонента это будет минус M, ню-альфа на ё-альфа. Где альфа пробегает 0,1. Значит, я по минимуму стараюсь в математике. Поверьте мне, что такая математика, что вы все время решаете генетические уравнения. Но мы с вами схватываем только идею. Итак, что это M-масса частицы? Ню-альфа это частота столкновений. Которые тоже в общем случае разные. То есть, поскольку у них поперечники разные, у них и частота разная. Это понятно? То есть, мю-1 не равняется мю-0. Это принципиально. Это должно быть, иначе власть не будет сида. Ну и ее тальфа это поток. Это поток. Тогда со стороны буферного газа на поглощающий газ действует сила F, которая равняется F1, F2. Это будет минус M, ню-1, гамма-1, минус M, ню-2, гамма-2. Знак минус означает, что сила трения направлена против потока. Она тормозит ее. Знак минус означает, что сила направлена против потока. То есть, если поток направлен сюда, то сила трения действует в обратном направлении со стороны буферного газа. В самом начале у нас вот такое условие. В самом начале у нас вот такое условие. То есть, полный поток, ноль, когда нету столкновений в самом начале. Выразим отсюда ню-0. То есть, этот поток молекул или атомов, находящихся в основном состоянии. Это ню-1, минус ню, или значит, не ню, а гамма-минус гамма-минус. И подставим его в основном. Так, здесь у нас, подождите, у нас один-один, ноль-ноль. Нажим ноль-ноль. Значит, у нас получается следующий. Минус н ню-1 гамма-1 минус н ню-0. А вместо значит, гамма-0 мы подставим с вами гамма-минус гамма-1. Заберем члены с гамма-1. Это же банток, не гамма. Йод. 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 Ну, давайте Йод назовем, да. Йод. Гамма-то у нас это что будет? Вот такая же она? Да. Ага. Йод. 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 Минус ню-0. Йод. Плюс Минус ню-0. Йод 1. Ну вот, вот так сделаем. Давайте вытащим Значит, M, раскроем, M, не нулевой, Y1, минус M, не нулевой, Y1. И вытащим вперед, значит, M, разницу, нулевой, минус, нулевой, минус, нулевой, Y1, минус, M, не нулевой, Y1. Итак, посмотрите, вот результирующая сила, которая действует на поглощающий газ со стороны буфера. В начальный момент времени Y0, в начальный момент времени Y0, когда столкновения еще не проявились с буфером, тогда получается, что сила F оказывается пропорциональной M, не нулевое, минус, нулевой, Y1. То есть сила трения, которая действует на поглощающий газ со стороны буфера пропорционально, она направлена туда же, куда направлено поток возбужденных частиц. мы с вами говорили, что частота столкновения для возбужденных, N1, больше, чем для невозбужденных, у них побережье больше. Следовательно, вот эта величина, N1, больше, чем N0, и следовательно, поток, в данном случае F пропорционален, направлен против, или вот так можно написать, минус, N1, то есть сила трения, которая действует на газ как целое, направлен против потока возбужденных частиц. У нас возбужденные куда перемещались? Вправо. У нас возбужденные перемещались вправо, когда газ как целое сместится влево. Вот смотрите, против потока. Против потока. После того, как столкновения вступили в силу, то есть со стороны вот этого газа, уфера, на поглощающий газ действует некоторая сила F, которая создаст ему ускорение, и поглощающий газ начнет двигаться. Отметьте себе, что сила F создает ускорение для поглощающего газа, и он начинает смещаться. В кавычках, в данном случае, против измечения. В данном случае, против измечения. С течением времени столкновения между поглощающим газом и уфером приведут к тому, что сформируется поток, что сформируется полный поток поглощающих частиц йод. Сформируется полный поток поглощающих частиц йод. А сила F станет равным нулю. А сила F станет равным нулю. То есть газ будет двигаться с постоянной скоростью. Газ будет двигаться с постоянной скоростью. Если будет F равно нулю, то мы получаем с вами ню ноль минус ню один. В случае стационарного движения йод это полный поток поглощающего газа. То есть, возьмите себе, это полный поток поглощающего газа. А это поток возбужденных частиц. А это поток возбужденных частиц. Все, что к единице, это возбужденное. Все, что к ноль, это не возбужденное. А это полный. Отсюда видно, что направление полного потока будет совпадать с йод 1. Если, то есть, йод будут совпадать с йод 1. То есть, с потоком возбужденных частиц. Если, ню ноль будет больше, чем ню один. То есть, если частота столкновений невозбужденных частиц будет больше, чем возбужденных. Возбужденные. И второе условие. Они будут направлены в компрома. Направленные условия. Здесь едино. В данном случае у нас выполняется второй случай. Запишем йод через среднюю скорость движения. Это у на n. Ку на n. Где n, это концентрация поглощающего газа. Концентрация поглощающего газа. Посмотрите, размерность метра на секунду единиц на метр в куб. То есть, мы получаем размерность единиц на метр в куб. Числовой поток. Количество частиц, которые проходят через данное сечение за единицу времени. Йод 1. Это у на 1. Средняя скорость возбужденных частиц. На концентрацию этих частиц. На концентрацию этих частиц. Значит, если их подставить, если их подставить, то окажется, что средняя скорость всего потока пропорциональная минус 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 1 на 1 на 2. Здесь возникнет отношение n и p на p1. То есть, отношение концентрации возбужденных к полной поглощающей газа. Так вот, оказывается, что если по-прежнему у нас здесь омега больше нуля, то есть мы рассматриваем случай, когда излучение направлено туда, куда двигается возбужденный компонент. Что значит омега больше нуля? В правой части у нас мы рисовали у вас вот здесь мы нарисовали. Вот здесь у нас омега нахаж. Она положительна. Когда она будет отрицательна, она будет вот здесь. Это означает, что поток направлен по излучению. По излучению. Омега положительна. Напоминаю вам, что омега – это разница. Омега минус омега 1-2. Это можно варьировать. Если вот это постоянно, то вот это вы всегда можете подобрать. Она будет либо больше, либо меньше. Если омега меньше, то вы можете менять направление. Очень хорошо. То есть вы посвятили по-другому и газ пошел в другое направление. Все зависит от разности вот этой отстройки. Она может как положительна быть, так и отрицательна. Здесь она положительна. И газ двигается по излучению. А будет омега меньше нуля, это же функция распределения, вот сюда она будет. И газ будет двигаться против излучения. Так вот, в этом случае, если омега взять К на В тепловое, то оказывается, что У1 по порядку величины ну, близок к тепловой скорости. У1 близок к тепловой скорости. Если отстройка вот такая, то можно считать, что у нас вот это... там В тепловой по модулю, наверное, да? Да, ну я беру омегу больше. Конечно, по модулю, да. Конечно, по модулю. Потому что я уже сказал, омега может быть и туда, и сюда. То оказывается, что вот это по величине порядка В тепловая. Ну, тогда мы можем найти с вами, что скорость Сида в этих планах. Для атомов вот это отношение ню, ну, минус, ню, один, ню, ну или угодно. Ну, по порядку величины можно достигнуть ну, где-то 0,5. То есть поперечник может меняться соответственная частота по порядку величины но где-то в районе 0,5. Н1 Для не слишком больших интенсивностей, но должна быть одна-вторая. Тогда ваша скорость, оценка грубая. Если это у нас одна-вторая, это одна-вторая, ну здесь в районе 500 метров в секунду. Ну вот, смотрите, около 100 метров в секунду для больших интенсивностей. Что важно здесь? Важно то, что зависит от знака отстройки, от омега. Отрицательно и положительно, соответственно, меняется направление светодонцированного дрейфа. Кроме того, помимо того, что у вас возникает непосредственно поток газа, у вас может возникнуть и поток тепла. Дело в том, что у вас происходит перенос не только массы, но и перенос энергии. Когда энергия закачивается во внутренней степени срок, при переходе с более высокого на более внешнюю энергия выделяется. И этот поток называется внутренним. Или называется поток энергии возбуждения. Это внутренний поток. То есть возникает еще и поток тепла. Возникает еще и поток тепла. На функцию распределения сумма файла. Есть еще и поток тепла. Этот поток тепла достаточный, который приводит к тому, что у вас в системе возникает, может установиться определенный градиент температуры. Особенно это в замкнутой системе может установиться градиент температуры. Итак, поток тепла. Поток тепла в газе. Поток тепла в газе. Это поток поглощающего компонента. Сумма в альфа В. Ну, В тут, это скорость В. Минус скорость движения газа У. А здесь обычный. Вот что касается непосредственно сидов объемного. Объемный сид. Существует, оказывается, и поверхностный сид. Это было открыто в 80-х годах. Запишите себе поверхностный сид. Давайте несколько слов скажем. Итак, сид, то есть, светоэкрунцированный дрейф, был открыт в 79-м году. А в 80-х годах было показано, что сид возможен и в однокомпонентном газе. Вот здесь буфер принципиален. Нету буфера, нету движения. Потому что, согласно закону сохранения количества движения, газ как целый перемещаться не будет. Поэтому наличие буфера здесь предусмотрено. Но вы ведь понимаете, роль буфера может играть и стенда. То есть, граничная какая-то поверхность, которая по-разному отражает возбужденные и невозбужденные частицы. Отметьте себе. Итак, поверхностный сид. Роль буфера может играть граничная поверхность. По-разному отражающие возбужденные и невозбужденные частицы. Разному отражающие возбужденные и невозбужденные частицы. Раз это различия разное, то есть они отличаются друг от друга, газ как целый может смещаться. Если это отличие разное, то газ как целый может смещаться. были открыты два механизма поверхностного сина. Итак, два механизма поверхностного сина. Первый был назван аккомодационным. Аккомодационным механизмом. Или аккомодационный сина. Он заключается в том, он заключается в разности коэффициентов аккомодаций возбужденных и невозбужденных частиц. он заключается в том, что у возбужденных и невозбужденных частиц разные коэффициенты аккомодации. Например, пусть имеется граничная поверхность. И так, как граничные задачи, до сих пор мы рассматривали сит в бесконечном газе. Нету поверхности, которая как-то ограничивает газ. Вы посветили, и газ как целое пошел. На самом деле, таких нет задач. У вас газ всегда в какой-то ковре. У вас газ в каком-то капилляре. И вы когда светите газ с водой трубки, то у вас возникает обязательное какое-то движение. Но ведь молекулы взаимодействуют с газом. А раз это так, то возможно, что если у вас и нету буфера, но они по-разному взаимодействуют с поверхностью, то газ как целое может сместиться. И так, буфера нет. Он может и тоже. Он может тоже быть. Он тоже даст свой эффект. Но вообще говоря, он тут и не нужен. И так, есть какая-то поверхность. Пусть невозбужденные частицы падают на поверхность и отражаются диффузно. Диффузно – это значит равновероятно во все стороны. Равновероятно во все стороны. И так, это поток невозбужденных частиц. А с другой стороны падает на поверхность поток возбужденных частиц. Здесь двигаются вот сюда. А возбужденные двигаются в противоположном направлении. А пускай возбужденные отражаются зеркально. Что это значит? Это значит, что тангенциальная составляющая импульса сохраняется. Тангенциальная составляющая импульса сохраняется. Посмотрите, вот это и вот это одно и то же. То есть, коэффициент аккомодации альфа-1 – это коэффициент изменения тангенциального импульса. Здесь 0. То есть, для возбужденных частиц он не изменяется. Посмотрите, тангенциальная составляющая не меняется. И так, это частный случай. Мы предполагаем, что у возбужденных частиц коэффициент тангенциального импульса – 0. а коэффициент аккомодации у невозбужденного делится. Ну, тут все поглотились практически. То есть, полностью он передал свой тангенциальный импульс. У него ничего не осталось. Вероятность его сохранения ничтожно была. Вот. Тогда оказывается, что газ как целое начинает смещаться в сторону возбужденного компонента. То есть, суммарный поток равный Й1 плюс Й0 будет направлен в сторону возбужденного компонента. Поскольку у него сохранился этот компонент, а у невозбужденного, он пропал. вероятность его сохранения – 0. Равновероятно. Итак, это диффузная рассеянка. Диффузная рассеянка. Вот это аккомодационный механизм. В общем случае, конечно, и у возбужденных, и у невозбужденных есть коэффициент аккомодации. То есть, они как-то передают свой тангенциальный импульс. И поэтому, в общем случае, Й1 будет пропорциональной разности α1-α1 То есть, в общем случае, величина потока будет пропорциональной разности. Это частный случай. Самый характерный пример, просто я вам привел. Тут сохраняется, тут нет. Ну, газ как целый будет свигаться в сторону возбужденного компонента. В общем случае, и тот, и другой не сохраняет свои тангенциальные импульсы. И поэтому возникает вот такая разница. Вот аккомодационный механизм будет пропорционален вот этой разности. Второй механизм поверхностного сит называется столкновительным. Второй механизм Второй механизм поверхностного сит называется столкновительным. Столкновительный. Он связан с разностью поперечников взаимодействия возбужденных и невозбужденных частиц. Связан с разностью поперечников взаимодействия возбужденных и невозбужденных частиц. То есть столкновительный сит и столкновительный. Напоминаю, что мы все время рассматриваем на яркости сит. Везде стенка. Пропорционали сит все время пишу м и м. m это у нас возбужденные, но один мы пишем, сит один и сит мы с вами такова сказали, что сит один больше сит нулевого. Следовательно, и дороги будет у нас меньше, чем сит нулевого. То есть где на свободного пробега на оборот. Если мы с вами рассмотрим граничную поверхность, то поскольку у них разные длины свободного пробега, то при стеночной области возникнет красный толщина кнусеновского слоя. Отметьте себе. Поскольку длины свободного пробега для возбужденных и невозбужденных разная, то и толщина при стеночном кнусеновского кнусеновского слоя, то и толщина при стеночного кнусеновского слоя для них будет различной. Будет различной. для невозбужденных будет Т0 а для возбужденных будет делать. И уже потоки не возбужденных и потоки возбужденных противонаправленные не будут компенсировать друг друга. Итак, это происходит в при стеночном слое. длина свободного пробега для невозбужденных а толщина его определяется именно длиной свободного пробега. Для невозбужденных вот такая, на большее. А для возбужденных меньшее. И эти потоки противонаправленные не будут компенсировать друг друга. То есть полный поток будет направлен в сторону куда двигаются невозбужденные компоненты. То есть йод равный йод 0 плюс йод 1 не будет 0. Они не будут компенсировать друг друга. Вследствие того, что у них разные поперечники. И именно в при стеночном слое. То есть разная толщина муссомского слоя. У нас на катаном рисунке 2 йод 0. Ага. Ёзади. И вот в сумме они не дают 0. Вот это непосредственно механизмы поверхностного сила. Поверхностного сила. Теперь несколько слов давайте скажем о демоне Максвелла. Демоне Максвелла. Запишите себе демона Максвелла. демона Максвелла это чертик, который сидит на между двумя этими объемами с газом и соответственно включает пирничку раздвигая один газ в один объем, а другой газ в другой объем. Причем не совершая никакой работы. Вот почему назвали демона Максвелла. Это впервые еще рассматривал Максвелл в 1864 году, когда он ввел такое понятие демона Максвелла как чертика, который сидит между объемами и работает не совершая никакой работы. Ситуация, которая возникает здесь примерно такая же. а работа никто не совершает. Демон Максвелла искали давно, и вот демоном Максвелла оказалось излучением. Мы сейчас поговорим о том, тут не все так просто. Что происходит? Ведь посмотрите, излучение, которое несет газ, не передает ни энергию, ни импульс. Что происходит с излучением? Запишите себе. Итак, что с импульсом? излучение несет импульс Аш-К и энергию Аш-Амеза. Итак, вот это импульс подвох. То есть вы сами понимаете, что ничего из ничего не берет. Закон сохранения энергии должен быть? Должен быть. Закон сохранения импульса должен быть? Должен быть. Поэтому демон Максвелла это тонкое дело. Итак, несет потом, что происходит? Газ поглощает, молекула поглощает его, он переходит в возбужденное состояние, дальше происходит следующее. Он излучает потом такой же направленности и той же энергии. Это первый случай. второе, он может изотропно в разные направления выпустить фотон. Не обязательно такого же направления. Но раз он выпускает в разные направления, то сумма импульсов поддачи этого фотона близка к нулю. То есть получается, что у атома был какой-то импульс. Или он стоял. Он поглотил, перешел в возбужденное состояние, потом снова его испустил в таком же направлении. Импульс не поменялся. У этого это датом ушел в одном направлении, а у фуфера ушел в другое. То есть сумма импульсов ноль. Это первое. То есть импульс фотона, импульс атома не поменялся. Теперь что касается энергии фотона. Ведь он излучает энергию такого же направленного по величине, что и поглотил. То есть ничего здесь не поменялось. То есть излучается точно такой же фотон, что и поглотился. Это так называемое соотношение Эйнштейна, когда он описывает вынужденный процесс. то есть он поглощает тот же фотон, выпускает тот же фотон в том же направлении, и это вынужденное излучение. Энергия никуда не девается. Если он излучает спонтанно фотон в разное направление, то энергия его тоже практически не меняется. То бесконечно малая погрешность в этом плане. Но что же здесь происходит все-таки? У нас получается так, что чертик сидит на в баллонах рисуем. рисуем. Здесь заглушка, здесь молекулы, а здесь молекулы другого сорта. Тут кругляшки. А здесь теперь чертик, и который разделяет молекулы. То есть что у нас происходит? Он разделяет чертик по сортам. Либо более горячие в одно направление, более холодные в другое. Либо разделяет их по какому-то сорту. Масса одних молекул в одном направлении, масса в другом. не совершая работы. То есть получается, что излучение, не передавая энергии и не передавая импульса, тем не менее из хаоса делает порядок. Это энтропийный процесс. хаос и вдруг произошло разделение. У нас буфер в одном направлении, а поглощающий газ в другом. То есть у нас произошло разделение. Так получается, что чертиком является что? Излучение. Излучение, которое проносится через и вот этот чертик она делит. есть демон Макслова, который работает по упорядочению газа, то есть у нас сначала был хаос, он был тепловой. Каждый двигался как хотел. Но когда мы посвятили, у вас произошло разупорядочение, упорядочение. и так газ упорядочился. здесь собрался например поглощающий газ, а здесь собрался буфер. Произошло разделение демон-масслова. Это резонансное обязательно излучение. Но получается тогда хитрая картина. Раз у вас произошло упорядочение, то есть из хаоса вышел порядок, то энтропия уменьшится. Этропия системы должна уменьшиться. То есть ЛКС должно быть меньше нуля. Но такого не может. Такого быть не может. Энтропия в замкнутом системе второй запутин динамики для замкнутой системы не может уменьшаться. Не может уменьшаться. То есть что мы не учли? Мы не учли излучение. Ведь излучение тоже входит в эту систему. излучение было сначала упорядоченным понимаете она распространялась в определенном направлении при взаимодействии с газом а ну как вы понимаете она даже не поглощается перерабатывается в изотропное рассеяние она рассеивается в разные направления то есть излучение который двигалась в определенном направлении и загробно рассеивается при взаимодействии с газом его ее энтропия энтропия самого излучения увеличивается а энтропия газа уменьшается да и поэтому вот это сверху он хватает для того чтобы вот этот закон не нарушался энтропия замкнутой системы увеличивает она не может уменьшаться за счет того что энтропия излучением увеличивается она рассеивается изотропно по различным направлением при взаимодействии с газом если энтропия излучения увеличивается а энтропия газа уменьшается в сумме когда вы считаете энтропию всей системы она по-прежнему не отрицательна вот это что касается максов теперь несколько слов о том чем мы пренебрегали чем мы пренебрегали но вы значит да мы еще хотел бы сказать больше на что-то миги меняя мега то есть наш сит не не является значит нечетной функции это не то нечетной функцией значит отметьте себе величина сит является нечетной функцией от омега то есть у сита является нечетной функцией от омега это главное является нечетной функцией от омега если омега положительно при омега больше объемный сит направлен против излучения отметьте себе если омега больше нуля то объемный сит про него идет речь объемный сит направлен против излучения то есть газ поглощающих частиц двигается против излучения если омега меньше нуля сит меняет направление на противоположное сит меняет направление на противоположное и газ смещается по излучения объемный объемный сит поглощающих частиц смещается по излучения ну что интересно а если омега нет то сида нет вообще омега равно нулю сит отсутствует сида отсутствует это связано с тем что если омега будет вот у вас распределение возбужденной частицы вот по скорости то распределение будет полностью симметричным вот здесь у вас будет ну количество частиц суда и суда одинаково и в йод м йод один будет нулём аналогично и для этого здесь будет вот такой провал он будет он будет тоже симметрично и туда количество молитву слева и справа тоже одинаково но тогда они по отдельности будут нуля и получается что есть у вас картина симметрична относительно средней скорости например если она симметрична то тогда и сидали обязательно даже ассимметрия обязательно наживайте либо в этой области либо в этой либо омега больше нуля здесь либо омега меньше нуля здесь а если они симметричны количество по ну а не будут себя уничтожать по отдельности тут уже не в сумме а каждый будет нулём поэтому теперь что касается вот мы все время говорили что импульс который несет потом очень мало по сравнению с тепловым импульсом частиц но это действительно так очень мало сейчас вы посчитали но существуют определенные условия определенные виды излучения которым этот эффект силового воздействия или механического воздействия излучения на частицу когда он проявляется очень ярко и так запишите себе механическое воздействие излучения на частицы газа механическое воздействие давайте несколько слов до сих пор мы пренебрегали эффектом отдачи то есть силовым воздействием излучения силовым давлением то есть мы пренебрегали эффектом давления света на частицы а именно эффектом лебедева создать излучение определенной направленности определенной энергии было а сложно и вы не представляете какими впечатлениями лебедев пытался доказать что свет имеет давление это было колоссально сложно поэтому когда был открыт кван света когда определилась значит что он имеет определенную энергию и импульс то понятное дело что он и оказывает давление и так импульс фотона это ашка ашка я уже говорила х это волновой вектор который равен волновому числу на вектор единичной нормали на вектор единичной нормали поскольку к у нас два гильянда то вот сюда если подставить это вы получите импульс фотона по величине импульс фотона будет равен аж на лябда а лябда это длина волны которая случается аж постоянная планка давайте посчитаем частиц тепловой то есть та которая у нас движется это м б тепловая масса частицы тепловая скорость это 2хт на m 2хт на m ну что здесь можно сделать если мы туда заходим будет 2хт на m да значит к у нас это что р на и на да я хочу посчитать то нам р на и на да дальше температура как нам посчитать массу молекул массу частиц как мю на на число вага на число вага на число вага ну тогда у нас получается что а а значит что у нас там было 2хт да мю на и на да то есть отношение пр то есть импульс фотона к импульсу теплового частица ну вот их отношение то есть ну давайте прикинем пример допустим это у нас могород но самый легкий газ ясно дело что если здесь будет более тяжелый газ то отношение будет видимо еще меньше итак выберем температуру 300 келлина длина волны по порядку величины но есть это в аппетическом нервозоне но это где-то в среднем 0,5 микрометра 0,5 микрометра ну и малярную массу водородов самый легкий газ 2х10-3 килограмм на море ну что оценим сможем посчитать хотя бы приблизительно у вас там нету ничего? прикиньте так значит что у нас 6,62х10-34 дальше 602х10-23 лямбда 0,5 микрометр это 0,5х10-6 2х10-6 2х8-31 температура 300 0,5х10-3 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 1х10-3 2х10-3 3х10-3 нам порядок нам нужно порядок примерно во сколько же раз они отличаются тот фотон который несет фотон и тот импульс который имеет частица газа а там газа а там газа не то что я пришла не то что я пришла 2,5 на 10 минус 4 Да, то есть это район 3 на 10 минус 4 То есть посмотрите, 3 на 10 минус 4 раза Импульс фотона меньше, чем импульс частиц То есть вы представляете, насколько он мал? И тем не менее, существуют условия, при которых он начинает играть роль То есть если таких циклов поглощения фотона Или воздействия на элементарную частицу, на газ Их много, то есть условия, когда этот импульс накапливается Отметьте себе При воздействии фотона на отдельный атом Существуют условия Существуют условия Когда этот импульс фотона накапливается в изолированном атоме Накапливается в изолированном атоме И атом Начнем сейчас об атоме То есть об отдельных молекулах Или об атоме Тогда атом испытывает некоторую силу Тогда атом испытывает некоторую силу со стороны излучения Приобретает ускорение Приобретает ускорение И проходит некоторое расстояние В пространство Такими условиями являются Такими условиями являются Наличие хорошего вакуума Наличие хорошего вакуума Высокого вакуума Я бы даже сказал Сверх вакуума Когда частица проходит расстояние порядка метра Когда частица проходит расстояние порядка метра, не сталкиваясь с другими частицами. Длина свободного пробега? Да, то есть длина свободного пробега порядка метра. Это гигантское расстояние для частиц. Итак, сверхвысокий вакуум и резонансное воздействие лазерного излучения на частицу. И резонансное воздействие лазерного излучения на частицу. Светового давления? Да, это конечно. Но это настолько мизер. Здесь же вы можете ее разогнать. Здесь вы можете частицу разогнать. Понимаете? В 1997 году Американцы Чу и Филипс Чу и Филипс Ян, француз, получает Нобелевскую премию Нобелевскую премию За разработку Теории и эксперимента По механическому воздействию излучения на отдельную частицу, на отдельный атом. Это удивительно, но наши, то же самое участвовало литохом. Он тоже должен был получить Нобелевскую премию, но ему не дали. А чудо это. Итак, что же наблюдается здесь? Как это происходит? Итак, атом поглощает фотон. Атом поглощает, а потом получает от него импус. Получает от него импус. Получает от него импус. А дальше возможны два варианта. Два пути у атома. Тот, который мы с вами уже рассматривали. Это излучение фотона такого же направленности, которое и падало. Это вынужденное излучение. То, что рассматривал Эйнштейн. Итак, первый вариант. Это вынужденное излучение с тем же фотоном той же направленности, которая и падала. То есть ничего не поменялось. Ничего не поменялось. Атом перешел из возбужденного состояния в свое изначальное, основное. Фотон двигался в том же направлении. И атом не приобрет ничего здесь. У него нет приращения импульса. Единственное, что возникает. Это в среднем атом имеет импульс фотона. Потому что он какое-то время находится в возбужденном состоянии. В среднем. То есть половину времени он может находиться в возбужденном, а половину в основном. Вот в среднем он имеет какой-то импульс. Но через какое-то время импульс его нет. То есть он приходит в свое первоначаление состояния. Это случай вот такой. Когда у вас есть атом, двигается излучение и выходит в такое еще излучение. Вот первый случай. Здесь мой атом не приобретает увеличение импульса. А вот второй случай. Что возможно? Падает излучение. И атом спонтанно распадается и спускает гамма-кванты в различные направления. Спонтанно это значит в разное направление. То есть фотон не идет в том же направлении, как он падал, а меняется направление испускающего фотона при спонтанном распаде. В этом случае, отметьте себе это важно, в этом случае у атома остается ненулевой импульс. Направление поменялось. До и после разные. В этом случае у атома остается ненулевой импульс. Ненулевой импульс. И если таких циклов взаимодействия будет n, их много. Если таких циклов n, то атом получает результирующий импульс равный n hk. равный n hk. Ненулевой импульс. Это число таких циклов. Поглощений фотона. Если мы будем знать, сколько таких циклов происходит за единицу времени, то, соответственно, мы можем этому изменению импульса, фактически это изменение импульса. Это дельта P. Это изменение импульса. Атом покорился. То есть, он сначала находился в состоянии, которое мало менялось. Он двигался с какой-то скоростью. Он поглотил, и этих импульсов у него все больше и больше. И фактически изменение импульса по отношению к начальному состоянию у него n hk. То есть, надо знать n. Надо знать n. Ну, n обычно это число импульсов, число этих циклов поглощений за единицу времени. Это так называемая вероятность нахождения, давайте ее назовем так, умноженная на, значит, гамма-1. Это дубль v, это вероятность нахождения частицы в возбужденном состоянии. Вероятность нахождения частицы в возбужденном состоянии. Гамма-1, мы уже с вами говорили, это константа радиационного распада. Константа радиационного распада. Тогда вот этому изменению импульса придать некоторую силу, которая равняется dvd, и эта сила будет равняться да первый случай когда у нас постоянно ничего не поменяется не получает ничего возникает тогда когда интенсивность очень большая когда интенсивность большая то есть самый большой во втором случае это когда случае когда интенсивность не очень большая то есть вот там есть определенные критерии и тогда возникает спонтанная распада возникает спонтанная спад и соответственно сила которая создает ускорение она ускоренно может действовать на эту частицу а может замедлять все зависит от знака отстройки ты силой будет можно сюда поставить дубль в вероятность нахождения в возбужденном состоянии ну наверно 1 2 потому что половину времени он находится в основном состоянии половинового значит возбужденном вот такая сила это точнее плотность создает на какое-то ускорение ну что можем посчитать может посчитать ускорение которое создаст эта сила а то можно определить ускорение с которым будет двигаться частиц за время дельта т какое-то частицам на дворик мы считаем за какое время частица может приобрести тепловую скорость то есть дельта в это по сравнению с начальным состоянием то есть я это грубо мы сделаем то есть время дельта т это давайте в тепловая делим на а а это у нас аж к гамма 1 на 2 ну давайте прикинем в тепловая 2 это будет в тепловая 2 а тут останется у нас просто аж по прежнему сделаем малярную массу в тепловая на 2 а гамма 1 гамма 1 гамма 1 это радиационная константа для переходов в патлическом диапазоне ну давайте сделаем ее так 10 седьмой 10 седьмой длина это будет тоже 0,5 на 10 мин 6 стой тепловая скорость по порядку величины зон валярная масса ну возьмем 25 на 10 минус 3 килограмма ну все аж мы знаем 0 давайте прикинем за какое время частичка при воздействии на него лазерного излучения при спонтанном распаде это силы возникает только при спонтанном распаде поэтому показывает То есть только при спаттанном распаде создаёт какое-то ускорение. С этим ускорением частица начинает двигаться. Ну давайте прикинем. Тепловая 500, 2, 25 на 10 минус 3, длина волны 0,5 на 10 минус 6. 6,62 на 10 минус 34, ну допустим 10 седьмой, 6 на 2 на 10 минус 23. Посчитайте нам. Это время, за которое частичка примет вот такую скорость. 3 на 10 минус 3. 3 на 10 минус 3? Не минус 4 там? Да, минус 3. А, ну это не принципиально. То есть получается, что 3 на 10 минус 3 секунды. За 3 микросекунды, за 3, значит, тысячные секунды, за 3 миллисекунды. За 3 минус секунды частица под воздействием силы вот этого спонтанного давления вызывает, оно проходит расстояние, значит, соответственно, время 3 на 10 минус 3 секунды. Но когда, какое же расстояние на проекте? Дельта 10. Дельта 10. Это D тепловая на дельта т по-полагу. Значит, это допустим это 500. Это 3 на 10 минус 3, а это 2. И сколько нам это даст? Порядка 0,75, да? 3,4. 3,4 метра. То есть 0,75 метра. То есть, посмотрите, за такое время она проходит второстание. То есть, неплохо, да? То есть, это длина, но оно и небольшое. 75 сантиметров это прибор, который можно расположить на столе. Это не километры, чтобы она... Поэтому это достаточно компактное устройство, которое можно исследовать. Вот, посмотрите, вот эта сила, которая создает... Сила, значит, отметьте себе, это сила светового спонтанного давления. Сила светового спонтанного давления вызывает ускорение атома... Вызывает ускорение атома... Сила светового спонтанного давления вызывает ускорение атома, при котором он проходит... При котором он проходит определенное расстояние. Определенное расстояние. Если это сила... У нас везде касты, вот это к... А к, это зависит от омега. То есть, направление... Вот здесь... Это к уже самая величина, а у нас есть направление. Через К записываем. Вот эта сила... Если вектор... Это вот так. Видите, вектор К зависит от знака отстройки. Вектор К зависит от знака отстройки. Если омега меньше нуля... Вот это большой омега. Если омега меньше нуля, то сила F, то есть сила светового спонтанного давления, тормозит атом. То она может тормозить атом, или, в данном случае, тормозить атомный пучок. То есть она затормаживает при воздействии на атомный пучок, она его тормозит. И оказалось возможным фактически остановить атомы. Вот чем цель эта работа у Чу и Филиуса. Они смогли остановить атом. А что значит остановить атом? Охладить. Это значит охладить газ. То есть вы представляете, что они сделали? Они затормозили атомы и показали, засняли их по помощи вот этого воздействия. Атомы буквально стояли. Они их заперли в решетку в пространстве за счет разных направлений излучения. И они так называемые определили в возе кристалл. То есть воза жидкость, но она находится в пространстве. Вот это сделали Чу и Филипс. А он рассчитал все эти вещи. Ну конечно более сложные, это просто элементарно. Вот. И так оказалось, что эта сила возможна и ускорять не тормозить. И тормозить. А когда они тормозят, они фактически охлаждают. Причем охлаждение достигает чуть ли не порядка до единиц Кельвина доходит. Газ охлаждается. Потому что молекулы не двигаются. У них нет взаимодействия между собой. Конечно, тут есть свои сложности. Вероятность омега 1-2, вообще говоря, она непостоянная. Она зависит от чистоты излучения. Она зависит от силы воздействия. Дело в том, что когда сила спонтанного светового давления возникает, она же двигает, она меняет скорость. И тогда вероятность того, что молекула у вас будет все время в возбужденном состоянии, будет зависеть от скорости. Она не всегда будет так. Ведь у вас должен быть резонанс. Излучение будет взаимодействовать. И вот эта 1-2, она будет непостоянна. Надо будет все время подстраивать чистоту излучения лазера под резонанс перехода, который мы с вами рисовали. То есть эффект топлива здесь участвует точно так же. Поэтому здесь есть определенная сложность. И вот здесь и используются лазеры настраиванные, перестраиванные. Потом надо все время смотреть, чтобы не было столкновений. Как только есть столкновения, они весь эффект съедят. То есть атом должен проходить какое-то расстояние. Ну вот, такие эффекты существуют. Такие эффекты существуют в лазерной газете. Конечно, я много вам не рассказал. Здесь, помимо лазерного излучения, на газ может воздействовать и обычные градиенты. Давление и температуры. И тут очень масса перекрестных эффектов. Представьте себе, что газ находится в каком-то объеме. На него действуют продольные градиенты давления и температуры. Он как-то движется. Да вы еще куда посветите определенному излучению. То есть там возникает масса перекрестных эффектов. Возникает, так называемый, вот этот сит возникает. Возникает сит, свет индуцированный теплоперенос. Там возникает так называемое, под действием градиента давление существуют потоки поазелья. Или поток механокалорический, поток тепла. Под действием градиента температуры возникает крип, то есть движение газа под действием градиента температуры. Возникает поток тепла под действием градиента температуры. То есть масса разных эффектов. И через какое-то время может установиться стационарный градиент в закрытом капилляре. Масса разных эффектов, которые возникают. а вот этот эффект механического воздействия возникает и в космосе но представьте себе ведь в космосе частицы газа фактически не взаимодействует там очень высокий вакуум а там и проходит расстояние не буду не то что метр там больше проходит не сталкиваясь друг с другом и если они находятся в призе звезды звезды очень сильное излучение она воздействует на эти атомы и такое впечатление оказывается и астрономы это знают что сила вот этого спонтанного светового давления она превышает силу гравитационного притяжения частиц газа и они отходят у планеты они ускоряются от планеты и возникает ну так называемые звездный ветер потоки этих частиц вот от солнца они идут вот они приходят в наше пространство меняет и все вот это звездный ветер когда сила светового давления превышает силу гравитационного притяжения то есть это реальные вещи то что происходит в космосе ну что вот мы сделали либо значит еще раз я хочу сказать что вот эти все лекции вы сохраняете потому что очень велика вероятность того что значит помимо того что у вас непосредственно вы будете выступать вы еще будете и писать письменно какие-то работы по отдельным темам за в кафедр ростовский ну вот вопрос будет и магнично и так далее то есть и по каждой кафедре у вас будет свои потери у теоретиков будет потом давать вопрос что есть ко мне какие-то вопросы по темам доклад доклады вы должны согласовать со своими руководителями у вас есть руководитель вы на кафедре как по курсовой работе получается по дипломной работе вы сейчас какую-то работу делаете до продолжения диплома работал вот поэт один продолжение диплома работы вы должны рассказать о своих вопросах все о правлении сначала проблема постановка задачи на 20 минут вы должны в виде слайдов создать это проекта я принесу у вас есть компьютер все то есть ноутбук должен быть ребят ноутбук должен быть если тема новая только только начались я понимаю за 16 ноября что-то будет что-то будет понятно никто от вас не требует каких-то выдающихся результат у кого-то сделано больше у кого-то меньше ну как бы будет потом дополнительные вопросы а в теме естественно ты